Ксурия, но и хитры готовы, главы 50.51. В нефритовом дворце. Прошу простить, мне столько... Мне стоило выпить лекарства здесь. Айран вернулся из лечебницы после того, как ей поплохело. Она решила принять лекарства прямо там, но похоже, та дама в возрасте начала допрашивать ее, кто она такая. Ну, ожидаемо, лекаря не было, разрешения нам не давали. Понятное дело, что нельзя было просто брать и пить лекарства. Так вот, та женщина попросила одолжить едь Мау-Мау, но ненадолго. Теперь меня забирают, да? Что ищет Мау-Мау? Меня даже инфа сопровождает, дело пахнет жареным. Мау-Мау, что ты вчера делал садового фонаря? Искал ингредиенты для снадобья? Значит, меня видели. По пути из лазарета я встретила джинси Гаусюна, и вдруг меня осенила идея нового лекарства, так что я сразу отправилась ночью за ингредиентами. Рядом с фонарем нюшь ты насекомых? Не их. Точно. Даже если и так в твоей комнате появится все больше вещей. Появляется. Хуньян вот с таким злобным видом утверждает, что запах лекарств невыносим. Это жутко. Эта служанка совсем не против физических мер наказания. Она. Но не будь она такой, в гареме было бы не выжить. Такими темпами тебя из комнаты выселят, и придется жить в конюшне. Ух ты! Склад в саду куда больше, чем моя комната. А так как рядом никого не будет, а можно не бояться шуметь по ночам, я смогу притащить туда посуду, которая забрала из лазарета после уборки. Если перейду в этот домик, то смогу даже пользоваться огнем. Круто! Наконец-таки конюшня. Пошли скорее в лечебницу. Э, чего? А как вернемся, то сразу к госпоже Хуньян. Слушай, ведь... Или она про склад в лечебнице. Простите меня за вчера. Работница лечебницы. Шэнь-Дул. Я и понятия не имел, что это служанка благородной госпожи супруги. Ничего. У нее зеленые глаза, как у леди Гёкуя, а ее имя ей дали, видимо, из-за них. Вероятно, в ней есть немного западной крови. Благодаря благородной супруге, это титул леди Гёкуя. Наложницы вне гарема часто зовут по их титулам. Способная супруга, чистая супруга, добродетельная супруга. Вчера она в их дело весьма властна. Видимо, она довольно долго живет в гареме, а потому явно умная женщина, обученная на придворную леди. Возможно, есть какая-то особая причина оставаться тут. И все же, от такого обращения даже как-то дурно становится. На дела служанок высокоранговых наложниц часто закрывают глаза, но меня все-таки вызвали сюда. Для нее это тоже явно неудобная ситуация. Может показаться грубым с моей стороны, но у меня есть просьба. Какая? Я к грубости уже привыкла и сама могу нагрубить, когда требуется. Могу я попросить тебя сделать лекарство для придворной леди, способной супруги? Что? Ты хоть понимаешь, что это значит? Фигана подгорела. Понимаю. Талантливая супруга, это леди Рифа. Я служанка леди Йоку, а сделать лекарство нужно для другой супруги. Для этого есть какая-то причина? Мау-мау, простите, но давайте выслушаем ее. Расскажите, что случилось? Хорошо. Это знакомая мне служанка. Мы часто виделись в северной прачечной. Она сказала, что уже какое-то время чувствует усталость, ее донимает небольшой жар. И вдруг у нее начался страшный кашель. Странный кашель. Я посвятил ее, как следует отдохнуть хоть раз. С тех пор я ее не видела. И в лечебнице она не появлялась? Да. Я предлагала ей прийти, так как кашель был нехороший. Но она сказала, что разрешение сверху не получила. Вот она, самая ужасная часть. Если служанке низкого ранга нужно получить на что-то разрешение, то ей приходится обращаться не к наложнице, а к ее персональным слугам. И в таком случае великолепно из того, что ее просто проигнорируют. Уже прошло пять дней с тех пор, как я ее видела в последний раз. Хм, мутная дельца. Да уж. Думаешь, с этой служанкой действительно проблемы? Возможно. Или она могла просто начать ходить в другую прачечную. Но выяснить стоит. Здесь все правда запущено. Ее нужно как можно скорее найти. Судя по симптомам, она... Что такое-то? Судя по симптомам, так легко ей не вылечиться. Если ее не вылечить, то это может стать проблемой не только хрустального дворца. Мау-мау, я понимаю, что тебя такие вещи как раз цепляют, но нужно знать свое место. Следует получить разрешение. С такими вещами нельзя торопиться. Да-да. Да, нагреть не стоит. Я бы и хотел рвануть туда сию минуту. Но вспоминая свой прошлый косяк, скорее всего придется подключить к делу джинси, а пока надо на что-то переключиться, чтобы успокоиться. Быстро. Мау-мау? Боже, про что мы только что говорили? Прости, я его и искала, не удержалась. Забавный рожец. Его искала насекомая? Хватит. Это не насекомая, даже не основная часть тела. Гляди. Сам он убежал, а хвост остался. Ящерица, что ли? Я решила, что ящерка может начать охотиться на мотыльков, в которых привлекает свет фонаря. Вот и пришла ее искать. Ящерицы могут отрастить новый хвост. Что бы ни случилось, нельзя отчаиваться. Сдашься, и это конец. Так говорил один мудрец. Чтобы приготовить лекарство, способное что-то заново отрастить, нужно было найти что-то с похожими свойствами. Хорошо бы, если так работало. Мне хотелось узнать, как они отращивают свой хвост заново. А, инфа? Не любят... Хвосты. Самое главное для нашей семьи — обрести расположение императора. Мне говорили об этом с самого детства, и всегда рядом была девушка, очень похожая на меня. Грустальный дворец. Что им нужно? Что за шум? Это же... Бездарный доктор, который беззаботно проводит деньги в гаремии, несмотря на смерть наследника. Необычно. За год он едва показывался здесь. Как посмел явиться? А позади него придворная леди. Обычно с ним приходит явнох. Ничего не попишешь. А, понятно. Она именно к... Ну, со служанкой этой главной. У вас какое-то дело. Да, вы главная служанка. Син. Мы бы хотели просить аудиенцию у способной супруги. Ох, не хотел слышать, как такое, как он произносит «способная супруга». Прошу простить, но смею полагать, что госпожа Рифа не захочет с вами встретиться. А вот у меня с собой это письмо. Хм. Хорошо, я вас отведу. Что такое? А, просто интересно, что там за домик? Обычный склад. Вы недавно занимались садом? Нет, им не занимается садовник. Понятно. И правда, не припоминаю это растение. Госпожа Шин, сегодня вы воспользовались парфюмом. Оу. Рада вас снова видеть, госпожа Шин. Просите мою грубость на днях. А, ты же... Сюда. Дедушка, воды, вскипятите воды. Хорошо, хорошо. Хорошо. А зачем она ее спрятала? Спокойно, выпейте. Почему вы так с ней обращаетесь? Как так? Больных всегда изолируют, дабы не распространять заразу. Болезнь действительно заразна, но с таким лечением она умрет? Разумеется. Смертью какой-то там служанки можно пренебречь. Придя сюда, я вспомнила. Когда Леди Риф усвалила болезнь, повсюду разожгли благовония, чтобы замаскировать запах. Что ты хочешь этим сказать? В этот же раз вы словно пытаетесь замаскировать другой аромат больным человеком. А? Парфюм и специи сами по себе не так выделяются, но если смешать, то аромат весьма специфический. А ну стой! Там ничего. Служанки в фристальном дворце так много скрывают. Столько товара с каравана, которому запретили торговать. Опять какого-то бедного евнуха ждет суровое наказание. И что вы задумали? Зачем вам лекарство для прерывания беременности? Зачем вам лекарство для прерывания беременности? Несвязанная, казалось бы, история сейчас началась со служанкой. Но мы вернулись к нашим баранам. Ну посмотрим. В принципе, учитывая, что и с рифой отношения хорошие раз, и во-вторых, у нее есть поручители серьезные. Думаю, ее... Не знаю, может быть, она, конечно, здесь попробует урегулировать просто словами как-то. Ну а то, в принципе, можно ей просто, да, донести, назовем это так. Конец записи.